ну что девочки всем привет девочки сегодня мы идем магазин манго я очень надеюсь что видео получится лучше чем мое предыдущее видео из зары там у меня все не сложилось все было не слава богу начиная от того что кусок видео не записался потому что я нажала не на те кнопки включила выключила телефон и целый кусок примерки такого красивого платья у меня как-то все ушло мимо вот и ну так бывает бывает музыка плюс вот это вот которые youtube у меня поймала мне пришлось там переделывать все и сделать это убыстрять убыстрять кадры с мультяшным дурацким голосом и так странно я вам хочу сказать что вот youtube иногда музыка гремит 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 и он вроде пропускает это видео а иногда еле-еле слышно прям еле слышно и все youtube на находит и ловит какие-то какие-то моменты вот мы с вами пришли в манго давайте посмотрим на витрины сначала манга музыка всегда гремит а у них видите написано что у них еще есть распродажа к заре уже нету распродаж закончилась манга музыка всегда гремит и тут вообще беда беда бедова с записью видео ну и как я предполагала конечно youtube опять зарубил мне половину видео из-за копирайт проблем из-за музыки и поэтому накладываю озвучку манга есть очень много вещей из новой коллекции но еще очень много распродажи как ни странно вот в заре распродажа у нас закончилась в манго все еще полным ходом идет но я вам хочу сказать потому что цены в манго даже на распродаже намного выше чем были цены на распродаже в заре поэтому объяснимо что они еще не все распродали и у них еще все много чего висит в зале вещей но я как бы уже говорила по моему еще раз повторюсь что я не очень понимаю ценовую политику манга и также их сейлы и их не сейлы и в общем совершенно непонятно мне ну ладно я об этом еще буду долго потом вам рассказывать в примерочной в этом же видео которое я записала видео с примерками вы еще насладитесь моей болтовнёй на эту тему знаете что я вам хочу сказать я ведь не просто я же не фэшн блогер так сказать в прямом смысле этого слова не человек который рассказывает только про моду только про стиль только про про одежду как одеваться или не одеваться вообще никогда никого не учу тому как одеваться или как не одеваться я просто показываю магазины что-то на себя примеряю то же самое делаю дома и ненавижу вот тех кто учит кого-то что надевать что не надевать не то что ненавижу ну скажем так это очень сильное слово ненавижу а я не людей ненавижу ненавижу эту манеру некоторых блогеров говорит снимите это немедленно сожгите все в топку все в печку это никому не носить это нельзя это можно в общем это ужасно я вообще считаю что каждый человек может носить все что ему нравится независимо от моды и трендов тем более что очень многим людям на на всякий там тренды вообще глубоко плевать они носят годами одни и те же вещи это их право это их дело и они могут это делать на здоровье пожалуйста поэтому говорить кому-то в таком приказном командном тоне это носить это не носить для меня это вообще полнейшее вот неприемлемо потому что я не понимаю вообще как можно взрослому человеку указывать на то что ему носить а что это не носить Но я отвлеклась. Я вот вам показываю, на самом деле, вот эту новую коллекцию. Здесь есть много симпатичных вещей. Стоят они столько, сколько стоят. В общем, вот украшения манговские. Я тоже больше люблю украшения из Зары. Во-первых, в Заре они намного более разнообразные. А во-вторых, они дешевле. Просто вот тупо дешевле при том же качестве и при том же, так сказать, тех же материалах. Они просто стоят намного меньше. Зачем платить больше за украшения? Вот, например, серьги, по-моему, 43 доллара. В Заре максимально дорогие серьги, по-моему, стоят 30. Ну, зачем? Собственно говоря, из тех же материалов, я даже не уверена, что из тех же, но из похожих материалов покупают лучше дешевле. Вот это очень красивое платье. Оно мне, кстати, понравилось. Ну, опять же, цена такая. Ну, ладно, не об этом сейчас. И просто это еще, так сказать, новая коллекция. Я еще не готова ничего покупать, но, может быть, в примерку когда-нибудь возьму. Мне понравилась, кстати, вот эта куртка. Она из натуральной кожи, красная. И стоит она, по-моему, 300 долларов. Что по нашим меркам, канадским, натуральная кожа куртка за 300 долларов, это не так уж и дорого. И вот этот топ меня, он заинтересовал, потому что, вы помните, я купила в Заре на распродаже колье вот из таких же цветов, сделанных вот таких же проволочек, как будто бы на цепочке. И это было целое колье. А это очень интересно сделанный топ с таким вот элементом декора, из такой цепочки, которая являлась как бы такой шлейкой, на которую надевается эта блуза. Тоже, может быть, когда-нибудь возьму в примерку. Ну, не знаю, посмотрим. Много красного, как вы видите. Там были какие-то бело-красные рубашки. Здесь такое красное платье. Сиреневого много. И вот я не могу сказать, что это прямо зимняя-зимняя коллекция, потому что вещи еще довольно легкие. Вот таких вот платьев тоже примеряла я очень много в манго разных расцветок и разных цветов. Они тоже их делают каждый год. Жакетики эти под шанель делают тоже каждый год. Вот в этом году симпатичные пуговички такие прилепили. И вот тоже платье под змею. Ничего особенного. Все пока очень обычное. Ничего такого особо интересного. И я взяла кое-что. Собственно говоря, из новой коллекции в примерочную я взяла только джинсы. Все остальное я взяла с распродажи. Хотя собиралась рассматривать и примерять новую коллекцию. Но вот как так получилось. Знаете, ничего особенно интересного я в новой коллекции пока не нашла. Много вещей. Вот этот стиль прэпи, который так называется вот таким образом. Вот эти жилеты вязаные, кофты такие, как для школьников, знаете, или студентов университета. И вот такой вот интересный жилет, плащ-жилет. Я вообще нигде такого не видела. Появились пальто. Но пальто такие легкие, знаете, без подкладки, шерстяные. Но они не шерстяные, но из какого-то такого смесовой ткани. Ну вот, пожалуй, все. А теперь пойдемте в примерочную. Ну что ж, дорогие девушки, мы в примерочной. Где? Где я сегодня? Где я? Сегодня я сегодня в Манго. Сейчас я вам опять буду бухтеть про музыку. И, в общем, жаловаться на ютюб и на жизнь ютюбера, который снимает в магазинах. Но это правда, действительно. Музыка. Не разрешают снимать. В общем, все, что вы хотите, чтобы сделать, как помните, в этом фильме было, чтобы сделать еще несчастнее мою жизнь и без того задрифанную. Это, помните, фраза маньки-облигаций из фильма «Место встречи» из Миндзи. Вот я набрала сегодня совершенно рандомные вещи. Мне понравились очень эти джинсы. Это из новой коллекции. Это распродажа, распродажа, распродажа. Значит, это новая коллекция. Стоят они 76 долларов. Это не так страшно. Я вам хочу сказать, что в Заре, в прошлом сезоне, когда эти джинсы появились, они тоже стоили около 70 с чем-то долларов. Я надеюсь, что меня слышно. Да, у них еще вовсю бушуют распродажи. При том, что в Заре, например, у нас уже распродажа кончилась. Но цены! Знаете, я больше того скажу. Я зашла на веб-сайт Массима Дути. Вернее, у нас сейчас апп для Зары и для Массима Дути объединили в один апп. У меня есть Зара апп, и поэтому я вижу в Массима Дути вещи. Я, когда еще была распродажа, я заходила на Массима Дути распродажу. И у них вещи... Я даже положила себе там кое-что в корзиночку. Но, например, платья были там по 80, по 70 долларов. По 100, по 120. И я подумала, я подожду. Я закажу, и куда-то цена упадет. Ну, цена не упала. Распродажа закончилась. То есть их все вывели с веб-сайта. Так они и остались. Вот последнее, что я видела. Они остались по 100, по 80 долларов в плате. И так они и не подешевели. И так они и ушли с веб-сайта. И сейчас я вам хочу сказать. Вот я удивляюсь... Извините меня за долгое вступление, но я люблю порассуждать о магазинах и вообще о том, что происходит. Я вам хочу сказать, что сейчас они эти платья сдадут за 5 долларов в сток. Понимаете? Если бы они спустили на него цену, сделали не 100, а 50, не 80, а 40, их бы раскупили. Понимаете? Ну, вот это вот какая-то дурацкая политика цепляться за высокую цену, а потом всю эту кучу отдать в сток на вес. Просто они их потом сдают на вес. Потому что даже в стоке платье от Максима Дути будет стоить в стоковом магазине будет стоить 20 долларов. То есть они их купили за 5, понятно же, да? Если не меньше. Я не понимаю этого. А потом они разоряются. У нас из 4 Максима Дути в Торото закрылось 3. Остался 1. А что вы удивляетесь? Конечно. Конечно. Держат такие сумасшедшие цены. Причем некоторые платья, я помню, что я заходила, и я видела, там есть все размеры. Абсолютно. То есть они не распродались. Но цену не спустили. Оставили цену высокую и закрыли сейл. И сейчас это все будет отдавать на вес в стоке. Я не понимаю, где политики. Я не понимаю их менеджмента. Ну ладно. Хватит жаловаться и мухтеть. А, я вам покажу, в чем я. Значит, у меня такое платье. Платье с запахом. Я его купила, помните, был такой магазин Топшу. Кстати, тоже разорившийся. Благодаря тому же, что не хотели спускать цены. Держали цены железно. Представляете, все закрылись. Вот эти украшения из стекла, я вам показывала. Помните, я купила? Это из секонда, это из секонда. Это старые. Давно я купила, это я купила недавно. Вот видите, как подходит. У меня еще есть кольца такие вот стеклянные. Это, кстати, из Zara тоже с какого-то сезона. Ну и все. Зелененькие псоножки у меня. Единственное, что банка хорошо, большая, примерочная. Все, давайте посмотрим. Вы знаете, прикольные, прикольные джинсы. Сейчас я вам их полностью покажу. Я просто их примерила с этим жакетом. Жакет с распродажей. Он мне немножко великоват, потому что это экстра-лардж. Но ларджа не было. А медиум я побоялась брать. Джинсы очень классные. Я вот люблю вот такие вот странные, разные странные джинсы. Я их подогнула, потому что они мне длинные. Но вот с таким твидовым жакетиком это, знаете, такое сочетание хиппи и... Немножко хиппи внизу и такая дама Шанель наверху. Мне нравятся такие сочетания. Вот они мне отгибаются. Выглядит это неаккуратно и некрасиво. Я прошу меня простить, но нечем мне их подобрать здесь. В общем, очень люблю сочетать джинсы вот с такими вот жакетами, которые, в принципе, такие, знаете, дама-мадама и вот такие вот джинсы хиповые. Так, смотрим. Я оставила свой черный топ. Я сейчас потом сниму жакет и покажу вам, как эти джинсы выглядят не с жакетом. Ну и следующая вещь – это вот такой вот топ-жилет, который я принесла с распродажи. Он мне очень понравился. Единственное, что у меня как-то с размерами не очень получилось, потому что это размер экстра-ларч. И видите, он мне как-то подмышками, он мне велик, а в талии при этом все равно маленький. Я вот его застегнула, и он довольно узкий. Я надела его со своим топом черным, потому что он очень открыт, и я не хочу показывать слишком сильно свое тело и белье. И поэтому, возможно, не очень хорошо видно и понятно, как он выглядит. Но я вам потом на вешалке его покажу, более будет понятно. И вот эти вот джинсы, которые я хотела вам показать без пиджака, вот так они выглядят. Они немножко мне великоваты. Вроде бы нормальные, а вроде как-то мешком висят. Что-то, в общем, в них не то, и как-то не очень это все мне нравится, если честно. Хотя, в принципе, джинсы сами по себе симпатичные, неплохие, интересный фасон. Я люблю вот такие вот, такие фасоны джинсов необычные. И вот эти вот несколько цветов, такие как заплатки, это довольно симпатично. Но как-то великоваты они, мне кажется. Топ мне нравится. Жилет мне этот нравится, но тоже не совсем мне по размеру. Так, подкладка у него вискозная, а вверх вот этот наполовину вискоза, наполовину полиэстер, и он стоит 20 долларов всего лишь, стоил 30. Это размер экстра-лардж. Вот, если бы он был бы у меня нормальный по размеру, я бы его взяла. Мне очень понравилась эта идея топ, топ как жилет. Видите, он сзади совершенно открытый. Вот так вот он здесь вырезан. Но если надеть вот какой-то топ вниз, то вполне, его можно вполне использовать как такой, знаете, стилеобразующую вещь. Но на размерах стола-лардж мне узкий, представляете? Что делать? Ну что ж, вот такой жакетик я еще принесла, как будто бы под атлас. Такого интересного цвета. Он такой желтовато-бежевый, немножко золотистый. Мне нравится в нем плечи. Мне нравится в нем, что он мне как раз, немало, невелик сильно. Я его вот примерила с таким бельевым топиком, который тоже принесла. Сейчас он на распродаже. Просто такой бежевого цвета топик и здесь вот кружево. И вот с джинсами тоже с этими. Пиджак такой прямо, знаете, такой концертный, я бы сказала. Такой прямо очень даже нарядный. И вот такие вот джинсы сочетания, мне кажется, прикольно. Выглядит очень симпатично. Правда же, мне нравится. Так, джинсы 76 долларов стоит и 42 размер. Я вам уже говорила. Это американский 10. Вот это мой размер. Даже чуть-чуть мне великоватый. Но они прикольные. Мне нравятся они. Но я не знаю, как-то сидят они на мне не очень. И жакет этот я бы не сняла. Сейчас я посмотрю состав. Это размер экстра-лардж. Он действительно не маленький такой. И стоит он 180. Сейчас стоит 80 долларов. Ну, как бы тоже не дешево, не дешево. Состав его здесь немножко хлопка, немножко вискоза. В основном полиэстер, подкладка сплошной полиэстер. Прострочен он так красиво здесь. Что на нем написано. Ничего. По поводу там того, что он какой-то в каком-то какой-то особой коллекции. Нет. Смотрите, я соорудила такой монохром. Я принесла эту юбку. Она мне понравилась. Еще понравилась, когда она была на... Ну, без распродажи. Сейчас мы на распродаже. Стоит все равно довольно дорого. Но она мне нравится. Она такая, знаете, тяжелая, классная, с карманами. Симпатичная юбка. Я оставила ее вот с этим топиком. Сверху надела вот этот жакет. Получился такой, знаете, почти что монохром. Я вам хочу сказать, что такой жакет вот с этой юбкой выглядит неплохо. То есть все эти фалды, все эти широкие, так сказать, фалды в юбке, они ушли под жакет. И выглядит это довольно красиво. Мне кажется, даже как-то нарядно. И, в общем, довольно... Ну, элегантно, да? При этом не овердрест. И при этом такой, знаете, монохром, не яркий, но симпатичный. Вот топик в цвет юбки. И вот такой вот желтоватый жакет. Он не яркий, но очень приятное сочетание, мне кажется. Что вы скажете? Мне нравится этот комплект. Единственное, из всех, которые я примеряла, наверное... Просто потому что... Ну, не знаю, красивый. Но цены такие, знаете, никакого нет желания пока ничего покупать, если честно. И, если честно, я не знаю, упадут ли цены. Может быть, они останутся в таком же... В таком же рейнде. У нас манго очень дорогой. Никогда... Я могу спросить, конечно, сколько она стоит на кассе, но на ценнике написано 100 долларов. Я за 100 долларов зажалась платье в массе, мы идем покупать. Даже за 80 зажалась. А уж на юбку из манго за 100 долларов я уж точно не потрату денег. Хотя вот этот комплект мне реально нравится. состав ткани... Сам жакет вискоза с полиэстером. Половина вискоза, половина полиэстер, а подкладка все полиэстер. И вот он стоит 100 долларов, стоил 200. Это размер латч. В принципе, он мне нормально. Неплохо сделан. Так, знаете, латками аккуратненькие. Ну, неплохо. Пуговички с обтянутой же тканью, как бы. Ну, неплохо, да. Так, юбка 100% полиэстер. 42 размер. Это американский тоже 10. Стоила она... 200 долларов сейчас стоит 100. Я вам хочу сказать, поэтому у нас в Заре всегда толпы, потому что в Заре в сезон, в самый сезон юбка не стоит 100 долларов. А если 100, то это будет уже какая-то из натуральной ткани. Я не могу понять, еще раз буду вам жаловаться, политику вот ценовую вот этих магазинов. В Заре на распродаже, в конце распродажи любая юбка стоит 13-15 долларов. Здесь 100. Полиэстер. Сфирали, ну вот скажите мне. И жакет. В Заре тоже самый дорогой жакет. Стоп, он 40 долларов в конце распродажи. Этот 100. Ну, вот. Потом у них никто ничего не покупает, потом они закрываются и в магазин входит с рынка. Так не лучше ли просто нормальную цену сделать и быть на рынке? С ума можно сойти? Я не понимаю этого. Короче, топик тоже весь полиэстеровый. Размер large. Стоил 40, сейчас 20 долларов. И, ну, такой белевой. У него единственное, что регулируются брительки. А так, обычно совершенно белевой топ, при этом он не великоват. Я принесла его только за цвет, чтобы вот сделать такую комбинацию с юбкой и жакетом. Ну что, девушки, вот такие у нас были примерки. Я вам хочу сказать, что манго в Канаде херовый. Магазин, вот реально херовый. Я очень им недовольна. Во-первых, ценами. Во-вторых, тем, что, ну, с чего, с какого перепугу обычные масс-маркетовские вещи, ничуть не лучше, чем Зары или ЧНМ, они оцениваются такую цену. Это просто смешно. Это просто смешно. А потом они жалуются, что у них бизнес не идет, и они все, магазин закрывают. И вообще, мне ничего не понравилось. Честно. Как только-то, как-то все какое-то... На сейле почти ничего нет. В новой коллекции тоже особо пока ничего нет. Все такое летнее. Один свитер, я видела, висит. Один свитер. Август месяц на улице, конец. Это уже обычно магазины заполнены зимними вещами, осенними, а здесь вот один свитер. А так все еще летненько. Все, девушки дорогие, вот такой у нас сегодня влог. Я все время жалуюсь, я бухтю, я недовольна. В отличие от моих обычных влогов, когда я такая счастливая, тру-ля-ля, и все у меня замечательно и прекрасно. У меня все замечательно и прекрасно. Меня просто выбешивает эта музыка. Во-первых. Во-вторых, безумные цены в магазинах, которые они почему-то думают, что они эти вещи продадут за эти деньги. Все. Люблю, целую. С вами была Деда из Канады. Не обращайте на меня внимания. Бывает плохой день, плохое настроение. Бай, пока. Люблю, целую. Пока.